Готов? Знаешь, когда за занавесом стоишь такое, потом он такой... Интересно, что он в целом переносится в диджитал. Ощущение занавеса. Плавно перешло в зум. Здесь нужно, знаешь, такой фильтр сделать с занавесками, которые так... И раскрывают. Так, мы в эфире. Пишут, что мы в эфире. Так, ребята, всем привет. Меня зовут Дима Родионов. Я креативный директор BAMBANK Education. И сегодня у нас в эфире с нами на прекрасном неформальном стриме великолепная 3D-суперхудожница. 3D и не 3D. И вообще суперинтересно работающая в смеси жанров Наташа Джола. Наташа, привет. Расскажи про себя пару слов. Ну, я действительно художница, работающая в смеси жанров. Я начинала как аниматор, и потом я изучала графический дизайн, иллюстрацию. И вот немножечко еще на полушишечки зашла в современное искусство. И мне очень нравится собирать какой-то свой визуальный язык, который бы масштабировался, переводился в разные медиа, на разные носители, там, в 3D-иллюстрацию, или в обычную иллюстрацию, или в какие-то скульптуры бумажные. Мне вот интересно больше всего их как-то связать их каким-то одним языком, проходящим через все. Круто. Сейчас мы это с тобой посмотрим, как у тебя получается сделать. У нас будет запись экрана, которую ты вчера сделала, мы сейчас поставим проигрываться, и по ходу ее проигрывания будем задавать тебе вопросы вместе с ребятами в чате. Чат, все, дизайн начинается с точки. Если что. Окей. Ладно. Я записала вчера видео, я два записала в итоге видео, потому что вчерашнее видео получилось не таким, как я хотела по формату, оно как-то обрезалось, и мне пришлось все заново перезаписать. Вот. Я сначала делала поиски персонажа, и сделала очень много маленьких таких простых скетчей. Ну, они буквально, наверное, у меня занимают там пару секунд, ну, полминуты, чтобы сделать один. И просто через механическое какое-то такое повторение форм ты находишь какой-то самый интересный эскиз, тебе визуально продлинувшийся, и уже, ну, работаешь с ним. Вот. Я остановилась на какой-то такой форме с лучком, ну, с головой лучком. Вот. У меня почему-то сразу были какие-то ассоциации с Чиполлино. Вот. Хотя, не знаю. Почему? Я не знаю. В смысле, почему ты выбрала голову лучок? Расскажи. Ну, ты знаешь, у меня бывают какие-то обсессивные формы, которые я хочу рисовать снова и снова, и которые мне хочется смотреть снова и снова. Не знаю у всех, так или нет, но мне, например, очень нравится форма звезды и форма вот этого какой-то хинкалина, что ли. И я поэтому сделала сразу несколько вариантов с ней. В общем, выбрала вот эту. Слушай, а сразу вопрос. А где ты вообще... Ну, как начинается работа? Как ты придумываешь, что это будет чувак или там просто луковица без ног? Почему так? Ну, то есть где ты берешь вдохновение? Референсы? Не знаю. Идею. Ну, я собираю... Ну, у меня есть много скетчбуков, куда я зарисовываю какие-то маленькие формы. У меня там над столом, например, висят какие-то маленькие бумажки, салфеточки какие-то с какими-то просто там... Ну, они там повисят там месяц, я их потом свешиваю, меняю экспозицию. Там какие-нибудь просто листики или какие-нибудь просто такие полосочки. И мне кажется, что я вот набираю какие-то маленькие наборы элементов, которые я потом использую, чтобы делать какие-то более сложные вещи. И я могу там вот эти загогулины потом использовать вот в какой-нибудь скульптурке или вот в иллюстрацию, например, ее куда-нибудь поместить. То есть в целом у меня есть какие-то повторяющиеся формы, и я их развиваю и придумываю вариации более сложные для них. А ты, когда это делаешь, ты их подбираешь? С точки зрения того, подходят они твоему стилю фирменному или нет? Или просто вообще классная форма, не знаю, почему она мне нравится, и они все-таки разные? Ну, в том-то и дело все, что я считаю классной формой, и это, наверное, и есть то, что можно назвать фирменным стилем моим. Вот, то есть это следствие. Но с формами, да, я очень придирчива, и, ну, мне кажется, моя жизнь была бы проще, если бы я не хотела делать только те формы, что мне нравятся. это, но это вот такой какой-то путь самурая. И, ну, потому что ты думаешь, блин, типа сто миллионов способов нарисовать персонажа, но нет, тебе нужно, ну, что-то составить из каких-то своих элементов обязательно. И, конечно, это уже ограничение, которое я как бы сама себе ставлю, и мне с этим интересно работать. А как думаешь, эти формы меняются у тебя, ну, год от года? Ну, то есть вот ты говорил, у тебя звезда сейчас любимая форма, а может быть в следующем году будет не звезда? Или они прямо такие вот, типа уже пять лет их рисуешь, и еще дальше больше рисовать? Это очень интересно, но некоторые штуки, они там и спустя лет пять находятся, какие-то случайные вещи. Ну, потому что мне кажется, что мы на самом деле не так сильно меняемся, вот. И у нас есть какое-то постоянство вкусов. Но что-то, конечно, трансформируется, но много похожего. Я думаю, становится сложнее, и те вещи, которые я там делала пять лет назад, они были вот такие более наивные, простые, наверное. Сейчас, ну, все усложняется. А в какую сторону? Ну, более тонкие вещи выходят. Какие-то, это про оттенки, какие-то градации. Ну, вот, там, знаю, пять лет назад я там рисовала, не знаю, красным, синим и желтым, а сейчас я там какой-нибудь хочу, допустим, рыженький добавить, нежный. Ну, я так метафору. Что мне вот сейчас интересно на каких-то таких вещах работать, которые, наверное, ну, заметят, может быть, 10% людей, которые там постоянно следят за моими работами. А ты, ну, то есть ты как бы прорабатываешь свой стиль чуть глубже и там развиваешь его в нюансы какие-то, которые не все могут заметить примерно в этом направлении, да, получается, или... То есть все-таки хочется узнать, вот, почему там это направление, например, да, почему оранжевенький стоит? Что, как ты это решаешь? В общем, в этом направлении пойдешь. Я... Ну, так получается, потому что меня интересует исследование, мое собственное, в первую очередь, а не, ну, даже какая-то, может быть, там, реакция аудитории, ну, либо каких-то очнодельных людей, вот. И для меня это вот именно как такое исследование. Мне интересно придумать, что будет дальше и как это логично можно развить и выстроить. То есть это не то, что там мне с неба упало, и я хочу это делать, а для меня это такая форма конструирования, какая-то инженерия, и что ли. Это очень интересно. О, круто. То есть ты посвящаешь своему исследованию основное место в своей работе, получается. Ну, да. Мне нравится вот находиться в каком-то процессе поиска творческого постоянно. То есть у меня было пару лет, когда я, наверное, остановилась на каком-то одном стиле, и я очень там много работала. У меня вот такой был стиль с иллюстрациями, с человечками векторными. А когда ты долго находишься в чем-то одном, там начинает как-то энергия угасать, тебе не так интересно уже этим заниматься. Ну, и это такое, как вращается во что-то очень монотонное. и, ну, ты уже хорошо это все знаешь, и, ну, тебе, да, становится скучновато. Поэтому, конечно, важно постоянно в этом поиске находиться, чтобы самому от своих работ не заскучать, и вот тогда другие тоже не заскучают. Ну, это по-любому, мне кажется, да. Если ты любишь то, что ты делаешь, то, возможно, это кому-то будет интересно. Если еще сам не любишь, то вообще зачем? Ну, да, вот просто с иллюстрацией, мне кажется, что часто так бывает, что там человек в одном стиле рисует, как бы рисует там 10 лет, 20 лет, вот. Но я не знаю, может быть, это просто, ну, как бы другой там темперамент или характер, и, ну, человеку, ну, действительно, как бы это, ну, комфортно. Вот. У меня, мне, видимо, нравится исследовать, вот, новые технологии, и у меня это просто, ну, сферы моих интересов. То есть ты, получается, под новыми технологиями сейчас понимаешь, что? То есть новые медиа разные исследовать или еще что-то? Ну, да, появляющиеся технологии, TVR, AIR, то, что, мне кажется, только последние пару лет стало популярным, хотя я еще помню, что там 10 лет назад тоже, в общем-то, были какие-то приколы с дополненной реальностью, можно было что-то сделать. Но, но в целом, вот, 10 лет назад, например, я там поступала в институт, и, ну, никто не шел учиться 3D, и там, гейм-дизайну я не помню вообще такого, ну, как-то в массе этого не было, поэтому мне кажется, что все, все это, все это, да, ну, развивающаяся область сейчас. Вот, Blender, например, он сейчас очень активно развивается, в этом году туда добавили, ну, Octane, Redshift, и все. Они же бесплатные еще там, по-моему, в Blender. Да, да, но Blender вообще бесплатно. Octane точно. Да, да, у меня стоит Octane, тут, по-моему, Octane Edition, но я пока в синеме только с Octane разобралась, я просто здесь еще не дошла до этого. Вообще, расскажи про Blender, почему ты Blender используешь, ну, то есть, и даже можно про процесс, на самом деле, немножко вернуться, то есть, ты берешь вот свой скетч и что-то дальше с ним делаешь, как ты его переносишь в Blender? Да, в Blender, ну, вот здесь я использую полигональное моделирование, такое, я делаю какие-то, выбираю похожие более-менее на мою форму примитивы, и потом их всячески экструдирую, вытягиваю, точки, и, ну, пытаюсь повторить эту форму, которая у меня на скетче сзади. Тут, на самом деле, мне кажется, примерно одни и те же, ну, вот, кнопки, то есть, вот, G — это move, вот, вот, R — это loop cut, и, там, S — это scale, ну, короче, ну, у меня ощущение, что я примерно, не знаю, пять кнопок использую, вот, я понимаю, что, может быть, это кажется, кажется не так просто, но, наверное, повыкаешь еще. — Ну, это получается, как такой фотошоп, ты так вот таскаешь, как будто liquify немножко такую штуку. — Ну, для меня это, скорее, как такая, не знаю, игра, что ли, типа, Minecraft, крафта, бесконечная, ну, да, есть несколько вариантов, можно не полигональное моделирование делать, можно скульптить, можно как-то совмещать эти вещи, вот, я здесь скульптинг не делала, вот, мне нравится в e-brush больше, например, скульптить, и, но блендер, он хорош тем, что в нем сразу много всего, и у него еще очень классная функция тоже, которую я здесь не тещу, это grease pencil, такой, по-моему, в другом софте нет, это специальная штука для 2D-аниматоров, то есть внутри этой 3D-программы можно рисовать 2D-мультики прям, вот, и мне очень нравилось, я пробовала, ну, совмещать какие-то там 3D с 2D, тоже очень интересно выглядит, я думаю. То есть она как плоскость сверху получается, или там снизу, как слоями, да, я просто ни разу не промыл. вот если ты рисовываешь, ну, вот в VR, допустим, ты рисуешь какую-нибудь линию, ну, у тебя как бы линия, но ты можешь на нее с разных сторон смотреть, поворачивать, плюс ты можешь менять, ну, саму там ширину линии, форму, тип, там, где-то все тоже. Ну, похоже, да, как такое, ну, в VR рисование, наверное. Ну, еще знаешь, Spider-Verse вспоминается. Ты видел фильм про Spider-Man, типа Spider-Verse? А, да, про Spider-Man. Точно. Нам просто прикольно, что там микс был между объемным таким 3D и нарисованным. Очень такой показательный пример последних лет. Да, ну, мне нравится, да, эта тема. Как раз там типа брови, знаешь, такие плоские, а весь чувак объемный. Мне кажется, что это в моем духе тема, да, что-нибудь попробовать такое сделать. А Blender я выбрала, я сначала Cinema учила, но вот для Characters Design, для какой-то персонажей, ну, мне прям очень зашел Blender, и на YouTube очень много этих титариалов именно по персонажным каким-то историям. Ну, да, плюс он бесплатный, я видела в тот момент уже, что он очень активно развивался, и сейчас он продолжает как-то гнать ввысь, потому что сначала... Ну, да, вот мы сейчас сказали то, что... Что говоришь? То, что там Octane появился, мне кажется, это вообще невероятно круто. Ну, уровень рендера тоже, мне кажется, просто очень высокий получается теперь там тоже, причем это бесплатно. А, конечно, и причем я когда начинала изучать Blender, еще никакого Octane не было в Blender, и, ну, все нормальные люди учили Cinema, потому что там Octane был, ну, вот, просто чисто там ради Octane люди выбирали ну, софт. Но она еще простая, тебе не показалось, что она проще, чем Blender по... Cinema, слушай, мне очень нравится система нодов в Blender, тут, ну, шейдеры ты нодами настраиваешь, я чуть-чуть, я буду вам HDR ставить через ноды, там, как-то они появятся, но это суперудобно, и мне кажется, что это классный такой, ну, если ты хочешь потом, ну, заниматься, там, гейм-дизайном каким-то, там же все эти Unity, Unreal Engine, там же нодовая система тоже, и Budini, поэтому это, мне кажется, это хорошая адаптация, и я, когда я их первый раз увидела, мне такая, типа, типа, вот это, что вообще происходит, что это за квадраты с проволочками, а потом я очень кайфанула, мне кажется, с них, очень как-то успокаивает их соединять друг с другом, вот, но это вот единственное, что, может быть, выглядит сложно, остальное, просто интерфейс, может быть, не такой, сам интерфейс, мне кажется, сложный, сложнее для захода, а потом ты привыкаешь и запоминаешь, как и где все находится, и, ну, вот, мне было, я ходила к Азату, который, GSM Garden, на интенсив по октану, и мне было сложно, там, вспомнить какие-то в синеме уже вещи, хотя тоже кажется, что там все проще, и там, ну, вообще, материалы, ты, ну, как бы, вот, у тебя есть шарик, и там просто слайдеры тыкаешь и все настраиваешь. Понятно, ну, на самом деле, наверное, с тобой согласен, я вот как-то больше в синеме, работаю уже так, привык к ней, но Blender, вот, как будто очень такая горячая тема, и как будто в какой-то момент даже можно и залезть и посмотреть, как это все работает, в общем, интересно. Да, там есть какие-то свои фишки прикольные, мне кажется, что точно стоит потестить, мне нравится у нее вот такой налет инди, что ли, разработки на этой программе, вот, и просто, ну, какая-то ламповость такая от этого, как виниловый проигрыватель, примерно, вот, это мое субъективное какие-то ощущения, наверное. Я помню, что я еще начала работать в Blender, мне очень нравился иллюстратор именно, я особо не видела иллюстраторов, которые работают в 3D, ну, вот был один американский иллюстратор Джулиан Гландер, может быть, ты видел, у него такой прям лоу-фай стиль, ну, прям супер лоу-фай стиль, вот, и это, как бы, его фишка, он прям персонажей делает просто, типа, из квадратов, кругов и треугольников, и он там только, типа, спустя 5 лет, как он пользуется Blender, написал у себя в Твиттере, ой, я там наконец-таки научился делать bump, вот, типа, у меня открылся новый мир, вот, но и при этом он какой-то там супер успешный, ну, в смысле, не мешает ему, там, работу находить в этом плане. Да, слушай, мне кажется, что, главное, чтобы выразительна была работа в целом, а с мастерствами, это уже другой вопрос. Да, конечно, и, ну, вот, у него, они просто очень смешные, еще, там, там, про какой-то про старитейлинг и про истории, тебе вообще уже не важно, как это нарисовано, не знаю, можно с пичикой посложить, это будет адрес смешно, и у него это работает, да. Но при этом 3D еще такое, мне кажется, неосвоенное немножко медиа, мало кто иллюстрацией в 3D занимается, хотя, ну, вроде как горячее, но вариантов немного, да, ты выходишь, там, не знаю, тебе надо найти иллюстратора, который делает 3D, это прям какой-то сложный такой таск сразу. Да, но иллюстраторов нас в самом деле много, но это скорее художники для игр, я вот тоже, просто мне кажется, вот иллюстрация та, которая в графическом дизайне используется, и те иллюстрации, арты, да, которые используются, ну, в играх, эти люди, они вообще не соприкасаются друг с другом примерно, ну, почти никак. Кстати, клевая тема, в чем разница, как ты думаешь? Ну, то есть, она понятна графически, наверное, если посмотреть на ряд этих людей, но так вот, семантически. Семантически. Думаю, что в гейн-дизайне есть определенные стереотипы, да, определенные, как бы, сеттинги устоявшиеся, ну, сеттинг, это там, игровая атмосфера, да, сюжет, допустим, на киберпанк или фэнтези, и, ну, в каждом этом сеттинге есть, ну, наборы каких-то шаблонов, как это все должно выглядеть, ну, или там, допустим, как аниме, да, то есть, мы все знаем, как выглядит аниме, вот, и с, ну, каждой, ну, игрой какой-то, который, как бы, большое производство, которое не Индия, да, там, триплэй какие-то проекты, но это все такие шаблонные, такие сеттинговые решения, и ты вот, ну, ты либо, ну, если тебе нравится фэнтези, вот тебе нравится рисовать эльфов, вот, ты готов это все, ну, там, знаю, несколько лет делать, ты идешь на такой проект, или там, мечи рисовать для орков, вот, но ты будешь в рамках этих заданных сеттингов вселенных существовать, вот, и, ну, конечно, идеально, если ты попадешь на континге проекта, типа, Джорни, такая игра есть очень классная, может быть, да, знаю, довольно, вот, и, ну, это примеры очень хорошие, хорошие, хороших, эстетически интересных, новых, свежих, персонажей, и, ну, окружения, то есть они что-то новое придумали, но все эти проекты, они, как правило, либо они как-то спонсировались, вот, либо они не окупались, ну, короче, в таком формате. То есть, ты хочешь сказать, что иллюстрация, она вот в таком понимании, ближе к дизайну, да, иллюстрации, она получается не использует сеттинги какие-то готовые, или она все-таки использует какие-то сеттинги, но свои, как ты думаешь? Ну, если вот так со стороны посмотреть, мне кажется, что в журнальной иллюстрации тоже есть какие-то свои шаблонные решения, то есть, когда ты внутри находишься, ты этого не замечаешь, ты думаешь, ну, вот это разные иллюстраторы, разные вещи рисуют, а на самом деле там, мне недавно какой-то парень из Стамбула прислал иллюстрации, какого-то местного иллюстратора, такой, смотри, почти, это как у тебя картинки, может, он тебя скопировал, я смотрю, там, ну, просто векторная иллюстрация, ну, вообще как бы другое, но, просто, ну, не знаю, мало видел иллюстраторов, ему кажется, все векторная иллюстрация с, не знаю, круглыми головами, ну, все, Наташа Джола точно. Ну, да, какие-нибудь искаженные пропорции, такой, типа, да, я это уже видел, все искажают пропорции, там, большие руки, маленькие головы. Ну, неизбежны вот эти уходы в штампы и какие-то тренды, но, все же, если ты работаешь журнальным иллюстратором, ты все равно заказываешь ему его стиль, да, у тебя, ну, чаще так, что не у тебя какой-то там проект про фэнтези, и все эти люди должны фэнтези рисовать, вот, то есть там условно, там Маша Краснова и Шабаева заказываешь, она тебе там целый мир нарисует на картинке свой, вот, ну, или там мне это заказываешь, я тоже, наверное, что-то придумаю вот из своей головы, и... Да, конечно. Но я вот как такие вещи вижу, а с... ну, с геймдизайном тоже есть такие художники, я просто вот меньше... кто-то мне сейчас прям приходит на ум, может быть, кто-то из тех, кто смотрит, что-то может сказать на этот счет, и что-то в чатики кинуть. Да, какие самые классные гейм-художники, это будет интересно. Слушай, а расскажи, вот, есть ли какие-то техники, как вообще можно перевести плоскостную иллюстрацию в объемную, ну, то есть, как ты понимаешь, что какая-то часть должна быть вот кругленькой в профиле, а какая там плоской, ну, не знаю, или как характеристики персонажа не потерять, когда в объем переходишь? Блин, ну, на самом деле это прям чистая скульптура, то есть, можно, чтобы, ну, как ты хочешь, чтобы это было, не знаю, можно взять кусок пластилина, ну, просто для себя попробовать прочувствовать разные соотношения материала. Я просто всю жизнь занимаюсь там художественными штуками, поэтому, наверное, у меня уже это в голове просто сидит, но здесь важна какая-то устойчивость, да, что у тебя есть какая-то точка опоры, на что все опирается, чтобы это не было так, что там сейчас развалится и упадет, поэтому я, конечно, смотрю какую-то гармонию по массам, вот, и смотрю, где что компенсировать по массе, чтобы это выглядело устойчиво, ищу динамику тоже, и это тоже продает, ну, допустим, там, не знаю, какой-то волнистый волосок хочу сделать, чтобы он был, ну, жал динамично, я не буду его прямо рисовать, потому что это будет скучно, вот, и тогда какое-то напряжение получается, то есть, ну, это напряжение, оно разными способами достигается, ну, вот, самое, наверное, что я чаще всего использую, это смотреть на контрасты, если у тебя идет какая-то, допустим, как вот здесь эти волосы, такая небольшая детальная форма, рядом хочется видеть какую-то большую простую форму, чтобы глаз отдохнул, и ты как бы таким образом перетекаешь по этим точкам интереса куда-то дальше по картинке, вот, и для меня это вот такая игра, какое-то напряжение и, ну, расслабление, как пустоты какой-то, вот, когда ты отдыхаешь и когда, ну, у тебя глаз за что-то цепляется. То есть, ну, это примерно так же получается, как плоскость, что-то большое деталь, большая деталь, и ты каким-то образом расставляешь. Ну, тут совершенно те же все вещи работают на самом деле, то есть, наверное, в 3D полезно пространственное мышление, я, ну, я три года училась на анимации, и там, знаешь, надо было вот это все там покадрово там рисовать, какой-нибудь полет птицы, и ты рисуешь на кальке бумажной, и ты со всех сторон, ну, как бы со всей перспективой, вот, ну, вот. Типа, как матрица, такая птица вращающаяся. Ну, знаешь, ты не можешь поставить ключ, ключевую анимацию, да, не можешь поставить, что у тебя выращивалось вот так, а тебе это нужно все рисовать от руки по кадру, и помнить представлять себе в голове эти ракурсы в целом, вот, это очень хорошо развивает, ну, такая классическая анимация, очень круто вообще это мышление пространственное развивает, мне кажется. Да, звучит фундаментальненько. Да, да, я просто, когда такие стуки пробовал делать, у меня, конечно, там, ну, типа, сначала оно все плоское, потом оно не туда втыкается, ты такой, типа, смотришь на это сбоку и такой раздвигаешь все просто по очереди. Типа, надо попробовать VR рисовать, там, в этом плане, можно с разных сторон посмотреть проще. Да, кстати. у меня лежат окулусы, вот, я иногда играю в Half-Life, и ты рисуешь, да, что-то? в VR, такое. Пробуешь? Да, я пробую рисовать, у меня стоит несколько программ, одна tilt brush, там такая рисовалка, и там ты кистями разными рисуешь, очень красиво, ну, вот, именно какие-то такие плавные текучие линии, как от кисти остаются, что-нибудь такое делать, вот, и для скульптинга у меня тоже стоит gravity sketch, вот, там можно какие-то простые модели прям делать, прям полигональное моделирование такое. Ну, удобно, ну, в смысле, не знаю, ты делала там какую-то работу, чтобы такую законченную выложить куда-нибудь? Я там делала видос для выставки в Берлине в прошлом феврале, там были нарисованы типа наслоения таких кистей, которые складывались в форму растений, вот, он был небольшой, он был короткий, у меня проблема в том, что мне тяжело все равно долго в шлеме находиться, у меня начинает вставать голова, вот, поэтому, ну, вот, это минус, наверное, Вера сейчас, потому что за компом ты можешь просидеть, грубо говоря, восемь часов, вот, или больше, ну, короче, рабочий день, вот, а в очках ты рабочий день нифига не проведешь, то есть, потому что сильно ограничен, ну, вот, с сессиями, да, термин тоже, где мизайне сессия, когда ты заходишь, играешь, там, 20-30 минут выходишь, и вот с очками тоже ты очень сильно привязан к этим сессиям, но есть люди, которые очень классные, крутые штуки рисуют в очках, все-таки голландская студия, Young, Young Online, у них, по-моему, Instagram, да, да, знаю их, они, они, вот, они потом экспортируют это в блендер, и они уже текстурируют еще на компе, то есть, они текстурируют на новочках, мне кажется, это классные темы. У нас, кстати, тут вопросик еще подоспел про октан, чем он лучше Cycles, ты пробовала Cycles? Я в Cycles почти еще рендеры, да. А, ну как тебе вообще ощущения? У меня Cycles больше всего пока что, сейчас нравится, там, еще, ну, в блендере есть два встроенных рендера, это Eevee и Cycles, и Cycles, он более точный. Он GPU, по-моему, а Eevee не GPU. Да, и Eevee, тем не менее, его удобно использовать для анимации, потому что он довольно быстрый. Но его просто дольше настраивать, чтобы там что-то более точное сделать, вот. Но рендерить анимацию Cycles, например, я бы не стала, вот. В октане, там, ну, его нужно просто отдельно изучать, потому что если ты хочешь, ну, допустим, что-то в октане делать, то тебе нужно материалы октановские, там, собирать свет, и, ну, у тебя какой-то фулл пэк этих вещей должен быть. Вот, то есть просто так начать делать, там, картинку для Cycles, а потом захотеть зарендерить это в октане, так не получится, потому что у тебя материалы должны быть октановские и свет, вот. Ну, а так на ощупь вообще, как тебе, я потом свое просто мнение так скажу, я Cycles, честно говоря, не пробовал, но вот если скорее по удобству или по скорости или по качеству картинки, то есть вот таких прости. Мне очень нравится октан, да, я за октан, вот Redshift я не пробовала, к сожалению, в блендере еще, но может быть можно его сейчас уже рассматривать, то, что он появился, и я бы уже выбирала даже между Redshift и октаном. то есть Cycles там нечего осваивать, на самом деле, ну, правда, там две кнопки, вот, и все, ну, Ambient Occlusion включил, вот, и там стемплы настроил, а, ну, да, для октана нужно, ну, то есть ты создаешь картинку, ты уже должен думать, в чем ты будешь рендерить, вот, то есть ты изначально должен настраивать еще уже рендер. мне в октане нравится то, что он, во-первых, супербыстрый, он, по-моему, быстрее Cycles, когда рендеришь, и мне очень нравится то, что он классный из коробки, то есть просто его включаешь, и и он сразу такой физичный, сразу включены все отражения, прям очень сочная картинка сразу получается. В этом, мне кажется, его преимущество, что его, ну, я не знаю, наверное, его сложнее, чем Cycles настраивать, судя по тому, что ты говоришь, но в то же время по сравнению с ретшифтом, например, каким-нибудь, он такой, типа, включил, все работает, уже отрендерил. Ну, то есть какая-то из коробки работоспособность, она очень клевая, и картинка физичная, такая сочная получается. Ну, у Cycles тоже есть это ощущение какое-то, я даже не знаю, как его передать, но как будто бы немножко бы вэтплей, ну, какая-то жидкая краска немножко, что-то такое очень крафтовое от Cycles такое ощущение, и от тогда у меня тоже что-то такое есть, но я сейчас работаю с Cycles, потому что это, ну, быстро, то есть у меня не такие сложные штуки, чтобы рендер сильно решал, в смысле, потому что если бы это я рендерила в октане, небольшая была бы разница, вот, а в синеме я работала, да, с октаном, и там мне это прям очень нравилось, я когда начала им пользоваться, вообще не поняла, почему я до этого этого не делала, вот, мне кажется, что октан просто стою на синему уже. Они, кстати, уже Redshift купили, и, ну, когда ты покупаешь синему по подписке, там, можно подписать свой на Redshift, тоже, что-то там, 10,7 тысяч получается, но Redshift практически в комплекте идет. Я, кстати, раньше на октане, на самом деле, все рендерил, теперь рендерил на Redshift, вот, дальше не знаю, что там уже будет, в общем, а Redshift? Ну, это Круза, да, ну, вот с октаном просто, там, для тех, например, никто не хочет платить за октан, там, пиратская, не знаю, можно здесь говорить или нет, но, в общем, там, старая версия, он идет только на 19-ю синему, и 21-ю ты не поставишь пиратский октан, поэтому, ну, люди, типа, ставят несколько версий синемы для отлагенов, одну для октана, от рельсы, там, для каких-то новых тем в синеме, там, с фейс-рекогнишенами, что там в последней версии, я забыла, ну, да, поэтому можно, можно и так делать. можно, но вообще, на самом деле, октан, по-моему, стоит баксов 20, ну, или 19, ну, там, вообще, по сравнению с тем же ротшифтом, это дешево, или с Арнольдом, Арнольд, по-моему, еще 60 стоит, или что-то такое, короче, не разумеет, или больше даже, ну, в общем, я вот, рендерю в октане раз, там, месяцев, поэтому, ну, если бы я рендерила, типа, все время на нем работала, да, мне вообще без проблем было бы его, ну, как бы, купить, но когда ты почти не пользуешься им. Ну, и тем более, в блендере он бесплатный, то есть, зачем? Это самый большой был фейспаун для всех людей, кто с ними работает. Ну, да, да. Ну, на самом деле, с ними есть, чему поучиться, у блендера, прямо, есть штуки. Хотя, и блендеру тоже есть, чему поучиться, у синего. Например, мографа, как не было, так и нет нормального, настолько же мощного клонера, и поэтому моушн дизайн, какую-то вот такую графику сложно делать. Ну, для блендера очень много создается аддонов, вот, и если там релизы программ новые там выходят ну, не так часто, да, то аддоны постоянно появляются новые, и ну, ты можешь там кучу всего себе накачать. там, например, тот же, я сегодня поставила аддон, чтобы у меня кнопки, на которые я нажимаю, отображались на экране, вот, ну, и это все штуки, которые не сами разработчики блендера делают, а, ну, комьюнити. А, я думал, это прога отдельная, а это аддон для блендера, очень сильно. Да-да-да, то есть, ну, типа просто вводишь блендер аддон, и там просто миллионы всяких таких мини-штучек каких-то прикольных, которые можно все добавить, и с клонером что-нибудь, и с кем-то булином найти более удобным что-то, ну, короче, как такие заплаточки, наверное, или такие конфетки, вот, которые можно использовать. А там есть, наверное, и платные, да, бесплатные? Да, конечно, какие-то люди отдельно платные аддоны делают, но так же, как, там, знакомый с Форестом с Торопщинами. Я пыталась найти какой-то аналог Фореста с Торопщинами, потому что я готова просто ради него в синему заходить, А у тебя есть там, да? Ты пользуешься? Да, меня Азат его расширил, вот, и крутая штука. Да, ну, я не покупал себе, но я так видел его демки, что там делают. Конечно, растения, мне кажется, супер, супер классно можно с ним делать вообще. Ну, вообще, что-то с растениями. Да, там большой пак очень, и плюс там можно анимацию еще настраивать, как, например, там, пульт куст вырастает, да, то есть ты можешь ну, анимацию сделать, как у тебя, чтобы подниматься, тебе не нужно делать вообще ничего. И, ну, как бы, типа, две кнопки зажал, и это тоже очень классно. ну, да, особенно, если вот эти все растения вписываются как-то в твой стейлак, да, ну, то есть я вот буквами в основном там что-нибудь делаю, в этом духе. Кто-то делает, я знаю, и армазки моделит, и у него там другой вообще набор инструментов, он такой, форестер, что я с ним буду делать. Да, это точно. Но мне еще нравится вот набор Quixel для, там, для Unreal Engine тоже всякие растения, цветочки, можно найти. Да, и текстуры там у них есть, тут миксер, Quixel Mixer. Да, Вот, то есть они там пишут, что, типа, используют их только для Unreal, но по факту все равно ты можешь их в Blender себе экспортировать. Вот. Уже бесплатно. Ну, на самом деле, вот так. важный тэг. Это важно, да, потому что, вроде, там, типа, где-то здесь 20 долларов, здесь 5 долларов, а в итоге вот это все вместе выходит на очень какую-то партичную сумму обычно. Да, я тут смотрел, есть такая программа, называется DAS. Это персонажка, там, готовый персонаж получается и огромный у них магазин. То есть изначально у тебя не идет в комплекте ничего. и ты покупаешь отдельную одежду, там, digital какую-то, отдельных, там, персонажей, эмоций, я не знаю, что там, позы, в общем, такие же такие. и там просто, мне кажется, можно бесконечное количество денег оставить, чтобы так дорого стоить все. И причем ты еще даже не знаешь, как бы, будешь ты это использовать второй раз или нет. Вот, я поэтому, например, не знаю, я часто ищу, могу ли я что-то скачать просто так или нет, просто потому, что я даже не уверена, что я это использовать буду. И ты не поймешь, вообще, нужно тебе это или нет, пока ты не затестишь. Ну, классно, что у большинства софта есть триалки. Я прям люблю этим попользоваться. Ну, или какие-то там версии с копирайтом, там, Houdini, например, у нее там просто копирайт висит, и ты можешь все что угодно делать. Тоже классно. Слушай, а возвращаясь к твоей работе, как ты думаешь, искажение вот этих пропорций, оно, ну, почему у тебя такое искажение пропорций? Есть какой-нибудь вообще сценарий? Ну, у меня это на чисто интуитивном уровне происходит. мне вот хочется искать эту динамику, какую-то гиперболизацию где-то, чтобы достичь выразительности. Вот, то есть для выразительности нужен, например, интересный силуэт какой-то, да, если ну, у тебя там ничего не выпирает, грубо говоря, нет какой-то разницы пропорций, то оно это просто скучно может быть смотреть. поэтому мне нравится с этим играть, смотреть, экспериментировать, к чему можно прийти. Например, там попробовать очень сильно увеличить плечи, да, что-то очень сильно утрировать, или там тонкие руки реально превратить в палочку, вот, и посмотреть, как это тоже работает. Но это какая-то, да, комиксная такая иллюстративная тема с гиперболизацией для ну, придания выразительности. Ну, в карикатурах, знаешь, когда он, допустим, персонаж, ну, который там очень большой нос, и он там похож на какое-то животное, там, типа Крисы, например, да, и ему там специально, допустим, какой-нибудь человек с овальными формами, он воспринимается как какой-то добрый человек, да, и тонкий, очень тонкий человек, и рядом с очень толстым тоже комично выглядит. То есть, если бы просто было два одинакового человека, было бы скучно, и как бы ты, ну, понял что-то про их характер или историю. Это коммуникация определенная, ну, там, не знаю, писатели, они словами коммуницируют, а мы думаем, как коммуницировать этими визуальными образами и донести какую-то идею до человека. Вот, пусть даже на каком-то интуитивном, может быть, уровне. Ну, да, здесь ты ищешь, что работает, и как ну, как можно эту вот идею перенести. Понятно. Ну, то есть, ты пытаешься гиперболизировать и понять характер вообще персонажа, и через вот это изменение пропорций ты доносишь как раз его уникальность какую-то, да? Да, да, это про создание характера, и, ну, здесь ты думаешь о формах уже, потому что это все, о чем ты можешь оперировать, ты же не можешь ему там речь записать, где он про свою жизнь рассказывал, там, все. Дополнительный материал на DVD такой. Да, на DVD. Дива речь. Дисководом. Почти как пластинки. А как ты думаешь, у меня тут вопросик заготовлен, вот это работа с пропорциями, она может как-то работать на инклюзивность? Ну, то есть, вообще, что ты думаешь про отображение людей, например, с лишним весом или, я не знаю, там, среднего пола какого-нибудь. Среднего пола? Слушай, но вообще есть отдельные иллюстраторы, там, вроде Сара Андреас, кажется, так и зовут. девушка, она именно работает с гендерной тематикой, нарисует таких полных женщин с небритыми подмышками, с мужской одеждой. Ну, в общем, она играет с этим, с этим гендерными тематиками, и у неё это прям, ну, фокус интереса именно её. И здесь важно, конечно, чтобы это ненадуманная до тебя была история, ну, потому что значит, фейково будет выглядеть. Ну, то есть, если мне интересно работать с геометрией, да, с абстракцией, ну, я хочу на этом сфокусироваться, я не хочу себе дополнительных каких-то находить смыслов, которые размоют мою картинку. То есть, мне кажется, что достаточно на одной какой-то теме, одну тему разрабатывать, их уже довольно много. Но в целом в какой-то коммерческой иллюстрации я, конечно, за. И, например, с национальностями, ну, все работы, которые я делала там для американских журналов и заказчиков, и меня там просили рисовать афроамериканцев. И я рисовала там афроамериканцев, и вообще, ну, людей с разной какой-то кожей. Вот. То есть, это, ну, часть какого-то прогрессивного мира. приятия совершенно нормально. Вот. Но просто у нас как бы странно рисовать афроамериканцев, потому что у нас их просто нет. И про какой-то другой мир речь идет. Я слышал слух, что Джессика Волш отказалась приезжать в Россию на этот фестиваль, потому что там нет афроамериканских спикеров. Я видела рекламу, что она приедет. Не знала. В общем, да. Это такой странный момент, что везде нужны теперь афроамериканские спикеры. Ну, то есть, мне кажется, на самом деле выглядят они круто, когда ты его иллюстрации не знаю, никуда бы ты ни был добавляешь. Мы, я вот на прошлой работе вообще любил даже поставить афроамериканских каких-нибудь ребят там в footage какой-нибудь просто для того, чтобы прокачать немножко ощущение вот этой вот какой-то западности и прогрессивности. Есть такое клише, знаешь, что-то не наше. Это то же самое, почему мы часто называем места, например, на латинице или по-английски как-нибудь. Просто какой-то вот такой еще идет из 90-х, но это очень, мне кажется, рабочая штука какая-то на подсознании. Ну, и, кстати, не всегда даже она так работает, иногда еще она просто работает на какую-то международность и сразу такой международный бренд, клево. Ну, у меня, наверное, я училась в Британке четыре года на английском, и я как-то привыкла к этому. Да, я училась на британском бакалавряке, ну, иллюстрации именно. Круто. Мне кажется, что все-таки когда ты видишь, знаешь, лендинг, где, ну, вот такие, знаешь, лица стоковые, и там просто, ну, ты видишь, что там, типа, все национальности, прям, лендинг на афроамериканец, там, белый, какой-то, ну, стрейт-мужчина, да, такой, вот, потом там какой-нибудь азиатка, и там, не знаю, какой-нибудь вьетнамец еще. И, короче, и настолько это очевидно, что, ну, типа, что люди специально тебе хотят сказать вот, типа, вот, ну, вот такие, что это немножко неестественно уже выглядит. Да, конечно, конечно. С этим как-то можно очень переборщить легко, и я думаю, что здесь просто важно понимать, зачем все это делается, да, что, ну, помнишь, что есть люди разные, вот, а не искусственно пытаться создать какое-то ощущение, как ты сам в это не веришь. И я довольно много, ну, рисовала много национальностей для стартапа канадского, с которым я сейчас работаю, и я там рисую такие сценки, картинки в большом количестве, и, ну, если я там, не знаю, несколько недель, ну, хотя такого не бывает, но если я там несколько картинок подряд не рисую афроамериканца, мне уже об этом говорят в целом. Да? Они такие, слушай, параба. Мне по-разному сделали, ну, не замечание, но там девушка написала, о, типа, типа, лайк тебе за цвет кожи. Ну, им, наверное, действительно это актуально, потому что там другой состав все-таки населения. Ну, а мы, получается, поскольку мир сейчас связан гораздо сильнее, чем когда-либо, просто перенимаем это. Сюда. Мне кажется, что это какой-то естественный процесс должен быть, и что в какой-то момент мы тоже начнем рисовать афроамериканцев на иллюстрациях в России, я думаю, хотя бы азиатов, мы же их много. Азиатов скорее, да. В Польме, да, азиатки рисовать на иллюстрациях. Вот. Ну, да, кстати, мне кажется, что это для России более часто, чем афроамериканцев. Ну, наверное, да. Слушай, я тут, кстати, понял, что мы с тобой проигрываем видео в скорости один к одному. А, блин. Слушай, я помню скорость. Я поняла, что я вообще ничего не говорю про процесс. Да, ты можешь рассказать на самом деле что-то, потому что это же тоже безумно интересно, если посчитаешь. Ну, да, я начала здесь, я построила основные, базовые, вот эти формы самого персонажа. и, по-моему, сейчас я делаю какие-то дополнительные вот эти абстрактные детали и просто сохраняю это все отдельными коллекциями этой группы, ну, синими этой группы. И потом я буду это текстурировать еще. И я вот я не успела, не стала затрагивать какой-то шейдинг, ну, то есть, вот ноды шейдинга я не стала здесь затрагивать. Я взяла какие-то свои материалы, которые у меня были с ну, похожие на клей, как это, глина, типа, глина что-то. И что-то, ну, какая-то ткань там у меня была, и я просто их решила использовать. На самом деле, ну, часто проще скачать материал, чем самому что-то делать, и нормальная совершенно история. О, а где ты их качаешь? Вот эти с глиной я скачала у одного иллюстратора, я на него на патреоне была подписана. Его зовут Гарри Болерао, он, по-моему, из США, и он таких очень анимационные такие штуки делает, и он выкладывал свои шейдеры на патреоне. Когда подписываешься на человек, на патреоне там какие-нибудь интересные штуки выкладывает. Вот. И это был такой один из бонусов. Классный формат, кстати, получение новых ассетов полезной. Да, мне кажется, это очень приятно, ты человека поддерживаешь, но ты не просто на его картинки смотришь, которые ты можешь в Инстаграм посмотреть, но он просто шерит с тобой какие-то штуки. Сопричастность такая, да? Ну, ну да, да, ну это очень классно, и вот там какие-то ну ты на это смотришь, как такое изнутри, как на бэкстейдж работы, можешь посмотреть на какой-то процесс человека, просто как он сцену строит, не ну, готовил картинку, а там как он вообще свет расположил, да, в сцене, вот, и ну это те вещи, которые ты не увидишь, когда ты смотришь на финальный результат в Инстаграме. У нас почему, кстати, не очень патреон, мне кажется, развит, не знаю, я вот, что-то никто из моих знакомых у них там нет аккаунтов. Ну, да, я не знаю, я только, я просто смотрю через англоязычных видео больше, наверное, чем русскоязычных, и там ребята действительно используют, а так я что-то тоже не припомню, чтобы у нас кто-то сильно пользовался. Есть классный курс Винсента Швенка, там, он как раз, по-моему, на Патреоне. Вообще супер крутой чувак про продвинутый моушн-дизайн. Как еще раз его? Винсент Швенк. А, да, я знаю, да. Мне кажется, я даже видела его курс, но я, по-моему, не подписалась. Он какой-то, по-моему, там не самый дешевый. Я вот все хочу до него добраться, но что-то, ну, интересно просто посмотреть, я как-то все не доберусь. А ты, кстати, вообще находишь время, чтобы что-то изучать? Ну, как ты планируешь свой день? Неделю, жизнь? Ну, я пробовала именно планировать изучение, и все равно это не всегда работает, потому что в процессе изучения ты, ну, ты еще не знаешь того, что ты узнаешь, и тебе постоянно приходится твой план менять и адаптировать. Например, я когда начала учить синему, я думала, вот я выучу синему, да, грубо говоря, потом я пойду учить, там, Redshift для синемы, а потом я после того, когда, ну, прошла курс по синему, поняла, что я вообще блендером хочу заниматься. и, конечно, весь мой дальнейший план, ну, синемы уже, ну, пришлось адаптировать под блендер, вот, и потом там, не знаю, ты что-нибудь еще себе пишешь, потом ты что-то еще узнаешь, и вот. Ну, а так, да, у меня... Да, да, то есть, вообще, какое-то долгосрочное планирование, конечно, важно, но оно никогда не работает так, как на бумажке написано, все это все. По-любому. Ну, я скорее, знаешь, про, ну, вообще, время, выделять на это время специальное какое-то нужно? Да, я все время уделяю, и приходится точно чем-то жертвовать, то есть, иногда выходными, там, с друзьями, или вечером, вечер-вечер с друзьями жертвовать. Вообще, друзьям есть место в жизни художника? Скажу честно. В жизни, без кордя. Нет, у меня, да, у меня есть какой-то постоянный круг близких друзей, мне кажется, просто художники дружат тоже с художниками часто, и все друг друга понимают в этом плане хорошо. Я обычно каждый день что-то стараюсь либо посмотреть, либо прочитать, и у меня уходят, мне кажется, ну, часа два в день минимум на какое-то обучение о чему-либо. О, слушай, это очень круто. Да, но у меня довольно большой круг интересов, потому что я, например, проходила курс по гейм-дизайну летом с Николаем Дубовским, это сооснователь, для, как она называется, студия, он делал игру Мор, такая была популярная игра, и вот я проходила этот курс, потом я изучала Блендер, потом у меня еще по Unreal Engine я пыталась начать смотреть лекции, но у меня пока мозг не переключился на него, я думаю, что, знаешь, это как вообще 3D, я думала недавно про то, что это как бросить курить или начать спортом заниматься, то есть примерно такой же процесс, у тебя никогда не получится делать это с первого раза, то есть нет как бы заходов, вот, ты должен как бы отчаяться уже, ну, как бы там это начать, там, не знаю, бегать, вот, а потом у тебя идет спад мотивации в какой-то момент она, ну, ты просто понимаешь, что ты просто должен это делать, вот, и идешь, делаешь. Мне кажется, если, ну, как-то душа к этому лежит, условно говоря, короче, если тебе просто хочется это постоянно делать, и ты вспоминаешь об этом в какой-то момент, что, наверное, стоит к этому вернуться, потому что это круто где-то, что-то, или хочется мне там что-то потрогать еще, я еще не потрогал, пособирать, тогда, да, мне кажется, прям стоит возвращаться. Если непонятно, зачем это вообще нужно, то как будто... когда первый раз люди сталкиваются с 3D, обычно непривычно этот способ мышления, потому что все равно отличается от 2D-редакторов, и есть какой-то момент, когда мозгу нужно немножко сломаться, переключиться на какой-то другой код, на какой-то другой язык в голове, вот, я, наверное, вот про этот процесс сейчас говорила, не знаю, у меня вот я хорошо его почувствовала, но потом в какой-то момент мне стало понятно все в целом. Похоже, да, на иностранные языки. Да, в какой-то момент просто начинаешь думать, я тоже за собой замечал, что когда в самом начале стартуешь, ты не понимаешь вообще, что вообще здесь можно сделать, окей, мне нужно что-то сделать, я придумал, но я понятия не имею, как с этим работать, то есть вообще никак ничего не стыкуется. Потом ты начинаешь уже думать инструментами, такой, ага, значит, мне нужно сделать такую штуку, как я могу ее сделать. Есть три варианта, вот этот вот мне подойдет лучше всего. Это такой, как конструктор собираешь это все. В моем случае. Да. Вот здесь я пытаюсь сделать что-то вроде таких крыльев. Жаль, ты не знаешь. И здесь я сначала ввожу контур, просто из точек. Я его собираю, заполняю, и потом просто, чтобы у тебя не вышел такой, я просто много раз это видео делала, поэтому я объясняю тем, кто смотрит процесс, чтобы не было одного большого полигона, и это потом как-то нормально экструдироваться, я могла сабгивы понормально на нее применить. Вот, я ее разбиваю на маленькие полигоны, и в идеале они должны быть из четырех точек. То есть, это не всегда важно в такой простой какой-то форме, здесь просто главное, чтобы искажений не было после субдивизиона, вот, но в целом, да, это приходится делать. Странное занятие, такое очень медитативное. Ну да, да, руками заполнять полигоны. Ну, кстати, у тебя довольно быстро это получается, надо сказать. На скорости там в один северный саджается. Ну, да. Ну, такое действительно похоже на скульптуру. Сначала одно лепишь, потом другое. Да, из проволочек массу выбираешь. Ты скульптурой занималась как-нибудь? В какой-то момент занималась, да. Но я в художку ходила и училась куча. Я хотела архитектором быть сначала. Помогает скульптура как-то? 3D-иллюстрация? Да, да, да. Я бы очень советовала. Но мне кажется, что если тебе уже хочется делать какие-то объекты персонажей в 3D, скорее всего тебе их в объеме и в реальной жизни бы хотелось видеть. Ну, то есть мне кажется, что это одно и то же желание, просто здесь у тебя как бы такое... Ну, это все такое немножко фантазия, да, потому что в реальности это просто сложнее все произвести. А так для меня это одно и то же, потому что... Ну, например, Джефф Кунс, у которого скульптуры в виде там шариков. собачка у него там есть такая, знаешь, надувная типа огромная. Да, которая весит там тонну, наверное, металлическая. Ну, вот, он же не сам эти скульптуры там вылепляет, вот, а он там делает 3D-модели на компе, и у него там даже какие-то художники нанимают 3D-модели эти делают, и потом они уже заказывают производство. То есть, в принципе, ну, современный скульптор, это часто что-то такое, что ты делаешь вот такой мини, ну, скетч, да, какую-то маленькую модель, которая потом масштабируется просто. Кстати, вообще, а что ты думаешь про современное искусство? Ты берешь что-нибудь туда, какие-то идеи, референсы? Нет. Я про это очень много думала для себя, пыталась решить, и для меня современное искусство это как чашка чаю с медом и книжкой под пледом, ну, то есть, и с котиком еще рядом. Ну, то есть, это что-то максимально меня успокаивающее. Мне очень просто приятно на это смотреть, я себя чувствую в этот момент на чиле. и я думаю, потому что современные художники не хотят никому ничего доказать, они делают какие-то вещи для себя, да, и, ну, ты видишь эту, не то чтобы безобидценность, но вещь не хочет тебе понравиться, вот, и тебе как-то спокойно от этого, вот, а когда вот, ну, мне коммерческая какая-то картинка мне говорит, ну, что, типа, кликни на меня, купи меня, я хочу тебе понравиться, ну, это все такое, как бы, ты видишь немножко, ну, вид не лицемерия, но, ну, да, ты считываешь это, ну, ну, ты понимаешь, да, эти сообщения, то есть, это же визуальная коммуникация, это все вот эти сообщения, которые можно из картинки перевести в текст, вот, и, ну, современное искусство мне говорит, типа, мне все равно, если ты вообще на меня посмотришь, я все равно буду здесь, вот, я такой, вот, я немножко такой уродливый такой, немножко что-то стекает, какая-то грязь, вот, но мне не важно, ну, реклама, там, герола говорит мне, ой, я такой веселый, классный, купи меня, вот, я такой весь пластиковый, в общем, не знаю, не настоящий, ну, да, но, но это как бы не то, чтобы мне это как-то бесит или что-то, это просто разные, разные сферы, но понятно, почему я чувствую себя комфортно современному искусству, вот. Но оно же тоже бывает разное, наверное, ну, то есть, есть искусство, которое провоцирует тебя на, там, не знаю, негативную какую-нибудь реакцию, ты все равно с ним комфортно себя чувствуешь, как с котиком. абсолютно, я была, ну, вот, мне кажется, одна из последних выставок, на которой я была, как говорится, все не закрылось, это Рен Ханг, это такой, это была выставка в ЦО в Берлине, и это очень провокационный фотограф, который фотографирует голых людей в каких-то очень дискомфортных позах, вот, и ну, ты просто приходишь в музей, там всякие разные люди, и ну, эти гигантские, гигантские картины голых людей, ну, то есть, не голых, так, не знаю, там, словно журнал Playboy, где все такое, типа, выглядело, красиво, а вот именно какая-то китайская, не знаю, 60-летняя, там, тетя, вот, и у нее там еще какой-нибудь петух, там, что-нибудь такое, вот, и ты просто понимаешь, что это, ну, как бы, тебе немножко дискомфортно просто на это смотреть, вот, тебе хочется отвести взгляд, вот, и, но при этом в этот же момент ты понимаешь, ну, что это же и была цель, и, ну, и ты здесь уже наслаждаешься скорее, ну, тем, как автор смог донести то, что он хотел сказать, ну, и как это действительно вызывает ту реакцию, которую фотограф хотел вызвать, вот, то есть, здесь восхищаешься этой коммуникацией тоже. да, мне кажется, что искусство-то современное, но в первую очередь про сообщение какое-то, да, про точку зрения или вопрос, возможно, что даже скорее вопрос какой-нибудь. Ну, да, есть, есть первое впечатление, которое обычно эмоциональное, и оно никуда не денется, да, то есть то, что ты говоришь про то, что человек что-то провокационное делает, но все равно после этого эмоционального отклика первого идет какой-то мозговой анализ, вот, и, и да, и ты уже анализируешь это сообщение для себя как-то, вот, но эмоция всегда тоже в начале есть, вот это типа отвращение или там на бортку, не знаю, там фотография с котиком в музее, это такое такое тоже может быть, ой, я смотрю, ты там уже рендеришь что-то, ой, да, тебя тут вовсю идет, ну, ты уже затекстурила все, и даже фотошоп открываешь, расскажи, что ты можешь делать в фотошопе? Я могу, наверное, помедленнее поставить, ты можешь, окей, можешь паузу нажать на каком моменте, с тебя захотеться. Да, но я, поскольку это уже была не, это была уже вторая картинка, и я ее пыталась повторить относительно первой, вот, там небольшие какие-то схождения получились, вот, но вот здесь я показываю предыдущие картинки, которые у меня были, которые я отреживала, и в фотошопе, просто хочу повторить тот же тон, я ничего такого тут не делаю, накидываю кривых, просто чтобы контрастность поднять, потому что при рендере в блендере там можно поставить на пост обработке все равно эти фильтры, и там есть в фильме фильтр, который добавляет контраста, но этого все равно недостаточно, и у блендера в целом есть вот эта вкладка пост-обработки, она прикольная, но в ней все равно не очень удобно работать, но там можно поставить какой-нибудь кинди-блики, что-нибудь такое, а и денойзер там очень хороший, то есть мне, что вообще тут, по-моему, 200 самплов, вообще ни одного шума нет, вот, потому что денойзер на АИ, ну, короче, на искусственном интеллекте встроенный блендер, кстати, чего тоже нет у синемы, вот. Ну, у Октана, у Ротшифта есть, а у синемы нет. Ну, вот, и я поменяла чуть тон, ну, просто настройки цвета сделала, и добавила несколько бликов, потому что я, по-моему, забыла поставить эмиссион на материалы Миши на саму, ну, вот, на эти звездочки маленькие. Вот. Прикольно. Ну, по-моему, еще, по-моему, разницу показываешь, да, типа, до-после. Да, можно вернуть к ней в целом. И что-то еще тут у меня. Ну, да, здесь уже какие-то такие детали, идут, наверное, мне только заметные, но я просто пытаюсь подобрать этот синий на фоне, так, чтобы он сочетался с этим розовым по тону. Ну, знаешь, что там, не знаю, грязные цвета хорошо с грязными использовать, а яркие с яркими. Поэтому, когда что-то выбивается, чтобы не перерендеривать, я обычно в фотошопе просто все это полирую. Ну, фотошоп, на самом деле, конечно, да, пока никуда не ушел. Я хотя больше работаю все-таки с моушеном и After Effects, но примерно тот же фотошоп, только движение. Я работала в After Effects тоже, но там можно анимацию собирать. Мне для анимации нравится 2D-шный Adobe Animate и какие-то гифки я там делаю. Ну, там удобно можно вектор редактировать, а мне, наверное, этим больше нравится. я не пробовал, кстати, ну, может быть. Если ты анимацию не делаешь, то, может, и не надо. Ну, да, столько всего все попробуешь. Да. У меня еще есть классный вопрос для тебя про декорирование среды своими работами. Вот ты же вот эти прекрасные штуки делаешь с видосами, с AR там, с собой расставляешь свои объекты в среде. Вообще, тебе бы хотелось, чтобы, не знаю, больше их было вокруг? Ну, почему ты это делаешь? Блин, конечно, ты ожидаешь от этого. Это какая-то вторая часть меня, которая пока, может быть, не так сильно раскрылась, как часть меня с иллюстрациями, но это именно свободное творчество, когда ты не привязан к заказчикам, когда ты не привязан к формату работы, да, то есть тебе не говорят, кто-то там сделает персонажа, а ты, типа, вообще просто что хочешь делаешь, и здесь, ну, интересно удивить себя, и какая-то такая задача стоит, наверное, и, ну, я пытаюсь, наверное, воссоздать в реальности тот мир, который у меня в голове происходит, и я вешаю, не знаю, какие-то картинки дома у себя, потому что мне очень комфортно с ними жить, то есть это как внутри своей головы находиться, мне кажется, примерно так, на самом деле мне просто, они висят дома, потому что мне не очень комфортно с чужими работами, они еще на меня воздействуют каким-то своим другим миром, ну, какой-то другой эстетикой, а со своими картинками я себя чувствую, ну, как-то спокойно, когда с чем-то родным, вот. Мне кажется, у меня из работ художников только рисунок Родиона Китаева висит, и там просто такая тоже черно-белая ненавязчивая графика, и он небольшой, вот, поэтому дольше всех продержался. Понятно, постепенно вытесняешь своими персонажами. Ну да, но это не специально все происходит, это что-то про проявление, наверное, своего мира, то есть он постепенно наращивает какой-то процент рендера, просто. Понятно. Ну, это прекрасно, мне кажется, надо себя как-то окружать чем-то симпатичным. Свой, не свой, но мне кажется, тут, наверное, по-разному может быть, но хочется тоже, чтобы вокруг больше было чего-то авторского такого, не бланкового. Ну, ты знаешь, мы когда в Бертанке учились, у нас был хороший такой совет, ну, мне кажется, до всех в институте очень заботил вопрос, там, поиска стиля, каких-то своих интересов, потому что, ну, не все люди там приходят в институт и знают, что вообще им нравится, там, да, то есть, я там как зрелый человек понимаю, что какие вещи мне нравятся, какие мне не нравятся, но чтобы это понять, нужно все эти вещи увидеть поочередно и как-то с ними пожить, их попробовать. и поэтому, ну, допустим, ты видишь, что тебя там, знаешь, какая-то штука зацепила, какая-нибудь там, знаю, вазочка или там фигурка или там, может быть, даже ручка какой-то интересной формы и тебе что-то глазу стало щекотно, интересно, то мне кажется, что эта вещь как раз из твоего мира и я за вот коллекционирование таких штук, потому что это помогает тебе проявить свои интересы, свой мир, понять, что тебе вообще нравится, это как мудборд тоже определенный, нужно много вещей сложить, чтобы получить цельную картинку своих, ну, интересов, да, вещей, которые тебе нравятся, вот, потому что в этом всем скорее всего проявятся какие-то, ну, будут какие-то повторы, какие-то паттерны, ну, вот, я, например, знаю, что мне нравятся вот эти бумажные угловатые формы, потому что я, ну, начала их всюду замечать, там, в одежде, ну, в каких-то графике, фотографии, там, не знаю, фотографиях каких-нибудь вот этих, собственно, ледяных разводов, и, ну, интересно вот эти штуки собирать, мне кажется. Когда начинаешь думать о чем-то, то сразу, ну, то есть, фиксироваться на чем-то, то сразу начинаешь это везде видеть, это, мне кажется, такое даже какое-то упражнение есть, просто дизайнерское, типа, видеть лица везде, ага, здесь лица, там лица, можно фотографировать, примерно такая штука. Ну, может быть, да, да, но вот интересно, когда ты забываешь про то, что ты это ищешь, и ты это снова находишь. Автоматически, да, 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 подсознательно даже, такое, ой, здесь тоже, это факт. Наверное, последний вопросик тебе задам, я думаю, что будем завершаться, закрываться, отдыхаться. Уже сколько времени, вау, полдевятого, мы полтора часа с тобой проболтали уже почти. Нормально, без перерыва вообще. Ну да. Вот, короче, вопрос такой, есть ли у тебя любимые ритуалы, связанные с творчеством? Да, мне очень нравится работать в публичных местах, мне очень нравится, чтобы придумать что-нибудь, взять маленький блокнот, у меня есть разного размера блокноты с разной бумагой, и в большом блокноте я одно пишу, в маленьком другое. И я люблю взять, просто бесцельно пойти в кафе и сесть, и порисовать вещи из головы. И для меня это такой ритуал высвобождения каких-то мыслей, каких-то новых людей. наверное, что-то вроде такого медитативного рисования, которое мне помогает осмыслить какие-то вещи. Вот. Такой ритуал, ну, в целом, вот, ручная, ручная графика для меня это ритуал, потому что это совершенно непрактичная вещь, и непонятно, зачем этим заниматься. вот. Ну, никто не заказывает там барель. Ну, да, рисунки на бумажке. Это что-то очень ретроградное и такое ностальгическое. Вот. Так что я, наверное, могу назвать это для себя ритуалом. Ритуал выразить что-нибудь очень маленькое из бумаги, такое, знаешь, на пару минут какое-нибудь колечко. Или ну, какую-нибудь снежинку маленькую. Такая медитация какая-то получается, да? Ну, да, да, мне такое нравится. Все, что занимает минут там пять, десять, но при этом ты в этот момент отключаешь полностью свои мысли и не думаешь ни о чем. мне кажется, мне это очень сильно помогает в творчестве. Ну, ну да, это похоже на медитацию, но медитация все-таки не такая, потому что когда ты занят руками, ты вообще ни о чем не думаешь, потому что ты полностью заточен в действии. в этом. А когда ты медитируешь, то гораздо сложнее ни о чем не думать. Ну, да, да, такая ручная медитация. Я очень советую. У меня сейчас была на прошлых выходных съемка, я позже расскажу в Инстаграме про нее, но там нужно было целый стол и модели отдекорировать бумажными украшениями и бумажными скульптурами, которые на столе стояли. И у нас там был день или два на всю работу, ко мне пришло там человека три, с которым все это вырезали, и ну, ребята просто такие пришли, типа, думали, что на час, спустя четыре часа они вышли и совершенно просто какие-то очень довольные и просто написали потому, что они просто в какой-то там, знаю, три покнулись этими вырезаниями, и ну, их прям унесло, очевидно, думаю, что они не были к этому готовы. Это поглощающий точно процесс и ну, очень успокаивающий, да. Ну, это как вязание, наверное, что-то такое. Будем рекомендовать всем немножко вырезать, вязать, лепить. 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 ребята, руками снимайте стресс. Классно. В общем, ладно, буду тебя отпускать. Приятно было поболтать. Мне кажется, много интересного всего узнали про отношение к жизни. надеюсь, поможет чем-то. Мне нравится, что начали про октан, закончили пролепить, вязать. Вязать и зашивать. Но все об одном. Это заземляет очень хорошо после чисто виртуального мира очень классно вернуться в этот очень ручной и тактильный мир. Да, круто. Когда есть какие-то референсы, на чем можно основываться. Излета гораздо больше можно всего создать, чем с пустого места какого-то. Вот. Ладно, спасибо. Спасибо большое Дим, что устроил. И такие вопросы задавал интересные. И вообще за хорошую беседу. Вот. Ладно. Хорошего вечера. Все. Давай. Пока. Пока. Пока.